Пес Макс заходит в кабинет и оглядывается. Он знает, что здесь его ждут пациенты. Со своей хозяйкой Светланы они уже два года занимаются канистерапией. То есть оказывают детям с отклонениями психологическую помощь, вовлекая в это общение с собакой. Конечно, канистерапия не волшебство и не стоит ждать исцеления. Макс скорее инструмент в руках опытного психолога. Я бы назвала его напарником. Я знаю те моменты для каждого ребенка, когда мне надо подключить собаку. И здесь собака в зависимости от заболевания ребенка может иметь абсолютно разные функции. Например, если у ребенка церебральный паралич, главная задача научить его хоть немного двигаться. Сначала гладить пса, потом расчесывать, а в идеале водить на поводке. Если же у детей аутизм, тогда учат общаться с собакой, произносить ее имя, подзывать к себе, давать различные команды. Макс очень терпеливый и добрый пес. Он терпит все, что делают с ним дети. Тягают за уши, лезут в глаза, пытаются на него залезть. Все это Макс терпит, прощает и снова готов бежать к ним, беляя хвостом. У Егора задержка речи. Он говорит мало, невнятно и очень тихо. Учитывая потребности мальчика, психолог просит его давать Максу твердые команды, чтобы тренировать силу голоса. А вот Никиту аутиста главное научить правильно общаться с людьми. Пока он тренируется на собаке, все время пытается оседлать Макса, но психолог его вовремя одергивает. Ведь в общении сначала нужно понять, что можно, а что нельзя делать. И руководствоваться не только своими желаниями, но и какими-то общими правилами. У нас на площадке укусила собака, маленькая мини-пинчер. И он сильно закрылся от собак. Когда мы пришли сюда, после шести занятий у нас сразу прошел страх к собакам. У Артема тоже есть аутистичные черты, но пока для какого-то целенаправленного обучения он еще очень маленький. Хотя уже сейчас в игре он оттачивает произвольность действий. Его заставляют кормить Макса или делать ему массаж. Тем самым давая понять, что в жизни есть не только слово «хочу», но и слово «надо». Какая-то некая привязанность вообще появилась. То есть через собаку, ну я не знаю, я не могу утверждать, что это так на сто процентов. В классической канистерапии собакам советуется работать 4 часа в день, а потом 2-3 дня отдыхать. Макс работает 5 дней в неделю. Отличие методики Светланы от типичной видно даже в мелочах. Во-первых, она не ограничивает время занятия ребенка с Максом. Смотрит по состоянию детей. Причем нет четкого определения, будет ребенок заниматься 2 месяца, 6 или год. Все это выясняется по ходу занятий. Во-вторых, Светлана настаивает, чтобы на сеансах дети были именно с родителями. А если есть брат или сестра-близнецы, то и с ними. Потому что главное в ее работе – социально адаптировать детей. И начать нужно именно с семьи. Родители говорят, что их дети скучают по Максу и навстречу с ним идут с удовольствием. А дома они даже делают собаке различные поделки и дарят их его хозяйке. Макс – единственная собака в России, которая работает в социальном учреждении. Занятия с ним и Светланой бесплатные и доступные всем. Но только желающих очень много и записываться нужно за несколько месяцев. Ирина Мокрецова, Кирилл Корнилов. Новости на Восьмом.